Это святая святых. Здесь хранятся лодки и канои, на которых будут соревноваться чемпионы, чтобы все соответствовало их уровню. Инвентарь заказывали из Европы. Сейчас здесь 50 плавсредств. В ближайшее время подвезут еще. Стоимость каждого от 5000 евро. Для соревнований взяли на прокат. Потом придется вернуть. Лодочка только с завода. Еще буквально 4-5 дней назад я в ютубе смотрел, искал презентацию этой лодки. И вот она уже здесь у нас. Совсем скоро у нас в Бурнауле соберется полный состав Кубка чемпионов. Гребцы из 25 стран уже пакуют чемоданы. Среди них такие известные люди, как чемпион мира Фернандо Пименте из Португалии, участник шести Олимпиад, 15-кратный чемпион мира Рональд Раухи из Германии, наш чемпион Александр Дьяченко. Так что лодки под стать тем, кто будет ими управлять. Это каноэ отличается от своих предшественников тем, что оно стало значительно уже и легче. И именно на этом каноэ будет на Кубке чемпионов выступать чемпион Европы, призер чемпионата мира этого года, представитель Грузии Заза Надирадзе. Кстати, как нам рассказали, он уже приехал в Бурнаул и пока привыкает к необычным перепадам температуры от заморозков ночью до плюс 20 днем. Остальные чемпионы еще в пути и наш грибной канал, который полностью соответствует мировым стандартам, опробуют лишь накануне стартов. Все здесь новое, дорожки, оборудование, ловушки, все, что здесь на воде сейчас, это все появилось буквально в конце августа. Сегодня на канале Тихо мы застали на дорожках лишь несколько человек. Все изменится 21 сентября, когда покорять нестандартные дистанции на 100 и 350 метров выйдут чемпионы. Специально для такого уровня соревнований обновили и территорию грибного канала. Травка зеленеет, трибуны новые. Администратор Алексей Петрович смывает пыль с асфальта уже в третий раз, говорит контрольный. Так что блестеть будет не только водная гладь. Татьяна Голубева, Александр Антропов. Наши новости.